Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 7 июня. Память святого священномученика Маркеллина. Папа Маркеллин вступил на престол в царствании Беоплитиана и Максимиана. После кончины Святейшего Папы Кая, во время жесточайшего гонения на христиан, когда в течение тридцати дней в Риме было истреблено после многоразличных мучений семнадцать тысяч христиан обоего пола, В это время священ был и приведен на допрос к Беоплитиану и папа Маркеллин. Но, устрашившись жестоких мучений, он воскурил семиам на алтаре идольском и принес жертву вести и изиди. Пояснение «Веста» или «Гестия» считалось у древних ремлян и греков богиней-покровителей со семейного очага и жертвенного огня. Ей обычно приносились жертвы перед началом всякого важного дела, почему и из личников и сложилась поговорка «Начинает с Вестой». В Риме сеть богини Весты был выстроен храм в рощи на склоне Палатинского холма. В этом храме помещался жертвенник, на котором постоянно горел огонь, поддерживавшийся жрицами богини, весталками. Главный праздник сеть богини Весты отправлялся в Риме в июне месяце. Изида, богиня подородия, Изида была, собственно, древнеегипетской богиней. Но в первые века порождествевшись в том, культ ее проник в Грецию и Италию, где все с ее строились многофисленные храмы. Желая вознаградить его, император облег его в драгоценную обежду и назвал своим другом. После этого, вернувшись домой, Маркелин горько заплакал и зарыдал, как некогда апостол Петр, отрекшийся от Христа. Маркелин начал обличать и укорять самого себя. Так как, хотя многих он других утвердил в вере и побудил к мутиническому подвигу, тем не менее сам отпал от веры самым позорнейшим образом. Размышляя о всем, папа несказанно скорбил в сердце своем. В то время в городе Синуесе в компании происходил поместный церковный собор, на котором собрались многие епископы и прикритеры всего числом 180 человек. Собор этот происходил около 300 года. Облегшись во власяное рубище, посызывав пеплом голову, с сокрушением сердечным вошел он на собор к отцам и, став перед ними, как обвиняемый, открыто перед всеми исповедал грех свой. Проливая горькие слезы, он спрашивал у честных отцов суда над собою. Отцы же говорили, осуди себя сам своими устами, из твоих уст вышел грех, пусть твоими же устами будет произнесено и осуждение. Мы знаем, что и святой Петр из страха от верстка Христа, но горько оплакав грех свой, снова получил благоволение у своего Господа. Тогда Маркелин произнес следующий приговор над самим собою. Я признаю себя лишенным священного сана, которого я недостоин. За это пусть после моей смерти тело мое не предается обычному погребению. Да будет брошено оно на съедение псам, да будет проклят тот, кто осмелится похоронить его. Возвратившись затем в Рим по окончании соборных заседаний, Маркелин, взяв драгоценную одежду, которую получил от Диоклетиана, отправился к этому людьему и, бросившись перед ним одежды, облетел его, осудил ложных богов его, а себя назвал тяжким грешником, причем горько плакал. Исполнившись гнева, император отдал его на мучения, а затем присудил к смерти. И вот блаженный Маркелин был поведен вместе с тремя христианами, Клавдием, Тирином и Антонином, за город для обезглавления. За ним следовал пресвитер Маркел, после него занявший престол папский. Подозвавший его мученик Христов, Маркелин увещевал, чтобы он оставался твердым в вере. Он сказал также относительно своего тела, чтобы никто не осмелился погребать его в земле, но чтобы оно было брошено на съедение псам. «Я недостоин», — говорил он, — «человеческого погребения недостоин, чтобы меня взяла земля, так как я отвергся Господу, моего Творца неба и земли». Когда достигли места казни, святой мученик Маркелин с усердием помолился Господу Христу, приемлющему кающихся грешников, и с готовностью предоставил свою шею на отсечение, и умер за Христа, которого сначала отвергся из-за страха мучений. Кончина святого папы Маркелина последовала около 300 года. Вместе с ним были обезглавлены и упомянутые три мужа, Клавдий, Кирин и Антонин, и тела их были брошены непогребенными при дороге. Впрочем, по прошествии нескольких дней верующие взявши на очи тела Клавдии, Кирина и Антонина, похоронили их. Тело же Маркелина никто не осмирялся взять и похоронить, так как он дал заклятие не предавать тело его погребению. И валялось в честное тело мученика Христова при дороге в продолжении 36 дней. По прошествии же этого времени новопоставленному папе Маркелу и Иисусу святой апостол Петр сказал, «Почему ты до сего времени не предаешь погребению тела Маркелинова?» «Я страшусь его клятвы», — отвечал Маркелин, «ибо он дал заклятие не хоронить тело его». «Разве ты не помнишь», — сказал апостол написанного, «меряющий себя возвысится». «Итак, пойди и счесть и похорони тело его». Тогда папа Маркел взял честные мощи мученика и похоронил их в гробнице Прескиллы, что при Саварийской дороге. Так скончался священно мученик папа Маркелин, оставивший образец покаяния для многих, впадавших в то время в подобный грех. Ибо тогда многие отбергались от Христа из-за страха перед мучениями. Мы же славим неизреченное милосердие Божие всегда и в бесконечные веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.